Всем привет! Меня зовут Алексей Красиков. Сегодня я буду отвечать на вопросы моих подписчиков об образовании в Российской Федерации. В чем вы видите главную проблему образования психологов в России? Прежде всего, сама программа писала достаточно давно, если говорить про высшее психологическое образование. Во-вторых, предметы, они далеко не самые современные. Многие предметы уже давно опровергнуты, предметы не связаны друг с другом. Это, знаешь, получается огромное количество предметов, которые каждый имеет какую-то свою историю, свою гипотезу, и студенты их не связывают вместе. То есть они просто ходят, номенклатурно их изучая, но в единую структуру это не связывают. Во-вторых, большой вопрос к самим этим предметам. Пирамида масла, проективные тесты, зоопсихология, марксизм-ленинизм. То есть, да, они называют это базой, но в реальности мы понимаем, что это просто некая номенклатурный перечень, номенклатурный дисциплин. Люди выходят после вышки и говорят, а как работать? Я обращаюсь к выпускникам серьезных государственных вузов. Они говорят, как работать с паническими атаками, как работать с ипохондрией. Они говорят, мы таких слов даже не слышали. И, конечно, в этой связи это требует большой модернизации самих профстандартов и предметов, которые в этот профстандарт должны включаться. Что в результате сейчас получают выпускники псифаков? По факту они получают государственное удостоверение или диплом, который их легализует юридически. И это единственное, ради чего большинство людей идут туда учиться – получить только корочку. А о том, оприменимы ли эти знания на практике, заботятся, мягко говоря, в десятом разу. А если мы идем учиться в медицинский, то ты и корочку получаешь. В первую очередь ты получаешь знания, компетенцию, практику и так далее. А когда ты идешь учиться на Птифакт, вот сколько я работаю с выпускниками, я же не просто так это говорю. Ко мне приходят сотни выпускников из ведущих вузов, частных и государственных, с разных факультетов. Начинают клиническая психология, заканчивая магистратурой, аспиранторой. И все говорят, мы не знаем, как работать. По статистике 86% выпускников не работают по профессии. Знаешь, почему? Они не знают, как мне работать. Они выходят и говорят, это было много, иногда было интересно, но как работать с современными запросами, они понятия не имеют. Чем тогда отличается ваша школа от традиционного подхода к образованию? Ну, прежде всего, целью. У нас не стоит цель просто дать кому-то юридический диплом. Хоть у нас и дополнительное профессиональное образование, государственные лицензии, люди имеют право, ну, как обычно, повышение квалификации работает в новой профессии, но у нас стоит задача не продажи, у нас стоит задача именно качественное образование. Если обычно вуз, там, частный, у него задача может стать просто побольше людей собрать и выпустить, неважно какого качества, у нас на первом этапе, на первой важности стоит качество, а уже потом продажи. Это первое. Второе. Все наши предметы, начиная от первой лекции, заканчивая последней, они продуманы в единой, значит, такой нитью. У нас нет предметов, которые можно вырвать из контекста и сказать, что это отдельный предмет. У нас физиология, нейрофизиология, дальше идёт психиатрия, потом идёт кардиология, неврология, гематология, эндокринология, гастроэнтерология, пульмонология, когнитинопоеденческая терапия, патогенетическая психотерапия, психоанализ, философия стаицизма, и потом всё это практический модуль объединяет в единые протоколы. То есть мы не можем взять и одного преподавателя оттуда выдернуть. Потому что вся программа, она сконцентрирована от А до Я. И ты когда выходишь, ты понимаешь, как работать с паническими атаками, как работать с эпохондрией, как работать с тревожными расстройствами, какие они бывают, как работать с тревожно-депрессивными расстройствами, какие коморбидные заболевания есть. Потому что психологи не знают о том, как выглядят гематологические проблемы, эндокринологические проблемы, они не знают, что такое коморбидность, они не знают, чем отличается мерцательная аритмия от панической атаки, чем отличается паническая атака от тревоги, чем отличается гипотиреоз от астенического невротического состояния, чем отличается латентная железодефицитная анемия от истины. В общем, там много вещей, которых они не знают, хотя это их прямой профиль. А у нас психологические факультеты, ты знаешь, как исторические, сука, экскурс в анналы истории вопроса. И вот из этих анналов люди выходят через 4 года, говорят, мы 4 года были в анналах, и в общем-то, а как работать с реальными современными пациентами и клиентами, они не знают. И тут начинается, кто во что гораст. Им говорят, ну, студенты говорят, мы как бы денег платили, мы вообще-то учились в серьезном вузе. И ответ, знаешь, какой? Мы вам дали базу, а дальше дрочитесь, как можете. Все такие, класс, спасибо. Правда, эта база, она, мягко говоря, это такое красивое слово, которое пытается рационализировать, что мы 4 года позанимались хернёй. Можно чуть детальнее о структуре программы? Можно. Если коротко, мы начинаем с психиатрии. Большая и малая психиатрия, это невротические, связанные со стрессом и самотоформное расстройство, это рубрика F4 и МКБ-10. Там же ребята проходят рубрику F3, это всё, что касается депрессии и эффективных состояний. И они изучают большую психиатрию, это шизофрения, все галлюцинации и так далее, и психофармакология. На первом блоке люди сразу погружаются в практику профессии. Они учатся отличать один синдром от другого, одну тяжесть от другой тяжести, учатся понимать, что такое синдром, как совокупность симптомов, учатся понимать, какие нозологии вообще есть. Многие выпускники психиатрии, словно нозологии даже, никогда не слышали. Я уж не говорю про слово диагностика и про слово МКБ и ДСМ. А если знаю, то где-то там им когда-то на лекции какой-нибудь профессор сказал по ДСМ, но они, я говорю, ну например, в МКБ из Ф4, что вы любите, какую-то, а они не понимают. Вот, а с психиатрии все начинается, большая, малая диагностика, протоколы, как в МКБ, так и в ДСМ, психофармакологии, они у нас должны понимать, что пациенты их принимают, хоть они и не могут назначать сами фармакологию, но они у нас должны уметь отличать тетрациклический антидеперационный, отоперкомблизатора, да, селективный ингибитор обратного захвата сертонина, вот нейролептика. Они должны понимать, какие сегодня есть мета-анализы, психофармакологии, какие самые назначаемые препараты, какие побочные эффекты, чтобы они могли рассказать своим клиентам о том, что есть определенные там СИОС-инденцированные тревоги в первую неделю приема, там, апатия в постпоследствии, там, кишечные, половые и так далее проблемы. Они должны комплексно консультировать людей. Это то, с чего мы начинаем. Затем ребята изучают физиологию, физиологию висцеральных систем от клетки до органов и систем человека. Это такой большой блок, который подготавливает наших студентов к большому последующему блоку. На физиологии они изучают клетку, кровь, дыхательную систему, пищеварительную систему, гастроэнтеральную систему, эндокринологическую систему, кожу, иммунитет. В общем, все, что их готовит глубоко и серьезно к большому следующему медицинскому блоку. Затем начинается медицинский блок. Его читают кандидаты медицинских наук. У нас врачи, когда приходят, они говорят, ребят, вы первые, кто психологическое консультирование преподносит, сука, правильно. Потому что вот если вы возьмете, например, наши слушатели, да, могут взять просто несколько вузов, посмотреть программу психологического консультирования. Она, в принципе, звучит одинаково. Но посмотрите наполнение. В основном в России психологическом консультировании есть куча всякой хрени, которая просто заполняет, сука, часы. Не зачем эти предметы. Так вот, первое, психиатрия, большая-малая психофармакология. Второе, физиология, подготовительный этап в медицине. Дальше пошла медицина. Неврология и коморбидные неврологические заболевания. Как отличаются истинные неврологические патологии от функциональных. Кардиология и аритмология. Как отличить паническую атаку от аритмии. Как отличить истинные сердечные заболевания, которые могут быть и коморбидные вместе с тревожным расстройством. Ведь может прийти женщина с паническими атаками и ишемической болезнью сердца. Психологи вряд ли знают, что такое ишемическая болезнь сердца. Пульмонология. Это всё, что касается дыхания и функциональных расстройств дыхания. Это гастроэнтерология. Это синдром раздраженного кишечника. Это онкологические заболевания. Потому что ни один даже профессиональный гастроэнтеролог вот так вот с кандычка не сможет сказать, это невротическая или это онкологическая история. Не хочу никого пугать, но симптомы невроза кишечника, то, что раньше называли, на первых порах могут быть похожи на серьёзные дебюты онкологических заболеваний. Затем это эндокринология. Это всё, что касается гормонов. Щитовидка, половые гормоны. Потому что огромное количество коморбидности, тревожно-депрессивных расстройств и гипотириоза. Или гипертириоза и вегетативная дисфункция. Психологи не знают, что такое гипотириоз. И вообще такое ТТГ, ТТ4. И как это связано? Какие заболевания щитовидной железы присутствуют, в том числе онкологические? Это касается половых гормонов, как мужских, так и женских. Огромное количество слабости, вялости, разбитости, утомляемости может быть связано с гипотириозом или с первичным или вторичным гипогонадизмом. Или с гормональными нарушениями у женщины с возрастом. Или просто сбой определенный. Это тоже наши ребята должны знать. Это очень важно. Дальше идёт в медицине гематология. Очень важная дисциплина. Потому что огромное количество женщин, по статистике, каждая вторая, третья женщина имеет латентную железодефицитную анемию. Это связано с циклом, то, что женщина обновляет постоянно кровь, плюс диеты и так далее и тому подобное. Поэтому латентная или истинная железодефицитная анемия есть часто. А когда мы имеем тревожно-депрессивную клиентку, у которой ещё параллельно железодефицитная анемия, и психологи всё, сука, маму и папу прощают, у неё там слабость, вялость, астения, потеря концентрации. Говорит, просто тебе надо, сука, отпустить обиды. Я говорю, просто не хочется ругаться. Я говорю, блядь. Я говорю, у него гемоглобин 85, какая мама, блядь. Вы поднимите человеку гемоглобин в гематологическом отделении, какая мама. Приходит эта пациентка, да, действительно, послали её, значит, к гематологу, сделали капель на препараты по назначению врача, жизнь наладила. Потом уже, может быть, если она захочет, можно там обсуждать какие-то психологические проблемы. Но она говорит, я полтора года ходила, прощала маму и папу, а никто мне не мог сказать, что у меня, блядь, уже гемоглобин 85-90, эфиритин 3 и 2, там, всё. Вот, значит, неврология, кардиология, гастроэнтерология, гематология, эндокринология, по лимонологию, сказал, вот эти основные, сам налоги ещё по поводу бессонницы, вот это основные такие медицинские блоки. Найдите мне на психфаке, найдите предмет. Да, дальше у нас идёт блок психотерапевтический, это когнитинно-поведенческая терапия от Ассоциации когнитинно-поведенческой психотерапии, большой модуль по именно когнитинно-поведенческой терапии тревожных расстройств. Затем у нас идёт введение в психоанализ, как фундаментальная практическая часть именно практическая часть по тревожным расстройством защитный механизм и тогда патогенетическая психотерапия это миссис корово-сарские 9 отделение в розовине бехтерев это внутренние конфликты система отношений наша отечественная разработка затем нас идет философия стоицизма потому что нельзя поменять мировоззрение или работать над мировоззрением клиента если вы ничего не понимаете философии но психологи могут выгодить психолог у меня высшее психологическое образование играх кто вообще психотерапию придумал его в курсе что вообще-то в принципе философское отношение его философствуете с людьми если вы хотите поменять его отношения к миру или каким-то событиям это изменение отношения через философию ну и так далее вот и потом все это еще надо соединить вместе и потом выхожу я в шестом модуле и мы начинаем протокольно изучать работу с паническими атаками сбор анамнеза жизни анамнеза болезни дифференциальная диагностика работа со врачами определенной степени тяжести протокол панических атак протокол агорафобии протокол укр протокол депрессии протокол стревожно-депрессивного расстройства сама по себе психотерапии внутренние конфликты защитные механизмы взросления клиента детские защиты зрелые защиты и потом мы показываем 12 человек приглашаем в прямой эфир 12 кейсов не в записи в прямом эфире ищем клиентов ну там как правило 200 300 человек откликается мы нам приходится выбирать только 12 и я в прямом эфире показываю как работать с этими клиентами с конкретными запрос останавливаю человека в середине выключаем микрофон обращаясь залу горит так думаем что перед нами как что куда и в итоге ребята выходят и они получают структурную программу где они пришли тяжело проучились поняли и на на выходе выходит год мы знаем как работать к нам ко мне приходят выпускники говорит это первая программа где я знаю чем от делу вот это очень важно